Есть люди, которым важно не просто что-то делать хорошо, а делать это на отлично. Герой сегодняшней программы проездом как раз из таких. Он ставит перед собой непростые задачи и решает их. Впереди разговор с певцом Евгением Южина. Евгений Южин родился в Одессе. Окончил школу искусств по классу аккордеона. Обучался вокалу в Одесской консерватории. Участвовал в международных конкурсах. После того, как стал победителем Международной олимпиады по русскому языку, был приглашен на обучение в Россию и выбрал Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Но музыку не оставлял и получил высшее музыкальное образование в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В репертуаре Евгения Южина – романсы, эстрадные песни и оперные арии. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Южин – тенор «Голос, покоряющий сердца». Так сказано на вашем сайте. Мне кажется, смело. Ну куда уж смелее. Вообще другие звания, которые мне, кстати, пресса придумывала всегда. А думали, да, думали, что это я или моя команда придумывает золотой тенор России, что-то еще было. А Лемеша XXI века, вот в последнее время. Это настолько ответственный. Ну то есть покоритель сердца – это так, середнячок. Да, это вот то, что да, смогли более-менее подобрать такое. Думала попозже спросить, но спрошу сразу. А сравнение с Басковым вам как? Ой, всегда, постоянно. А вот как к этому относитесь? Да ну как, нормально. Чего ж, человек, поющий эстраду, тенором. Ну, у меня, конечно, эстрады такой нет в репертуаре. Прям совсем авторской. Хотя нет, наверное, лукавлю. Все-таки есть песни. И песни, созвучные даже и Николаю, да, одно время очень сравнивали часто. Но пока что не было такой вот еще своей шарманки, да, чтобы… Нет, 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 нет. Своей шарманки не было. Ну, скажем так, это очень дорогостоящее удовольствие. Но мне кажется, иногда… Хотелось бы, вы знаете, честно говоря. Ведь песня неплохая. Песня ведь очень такая… Ну, это не попса какая-то. Это хорошая эстрада, которая запоминается надолго. Да, у нее нависающая мелодия, налипающая на уши. Но это хит. Хит, который будет через 15-20 лет все равно. Все равно еще надо. Еще, да, живой, конечно. Но вы же работаете с хорошими авторами. Насколько я знаю, с Корнелюком. Да, с Морозовым. Ну, это хорошая музыка. Нет, это очень хорошая музыка, достойная, она некоммерческая. С Игорем Корнелюком вообще история… Это песня, которая звучит в фильме, в серьезном, снятом по роману Владимира Кунина, «Правосудие Волков», с Даниилом Страховым, с Майклом Йорком в главных ролях. То есть, ну, австрийский постпродакшен, наши режиссеры, наши сценаристы. То есть, огромная команда. Мария Шукшина, кстати, там в ролях. И вот песня звучит не просто как саундтрек или как титры, а песня звучит в фильме прямо. Такой был, кстати, первый опыт и работы с Корнелюком, и вообще, в принципе, с кино. Очень интересный. Ну, а сейчас осталась вот эта связь творческая с ним? Да, конечно, конечно. Он всегда рассказывает о том, что у него есть молодой друг, которого зовут Евгений Южин, Женя Южин. Как-то так, по-отечески. Ну, если к сравнению с Басковым вернуться, вообще помогают такие шаблоны? Мне кажется, они тоже для публики, но на самом деле играют такую роль проводников, мостиков, да? И запоминают, наверное, проще. Ну, безусловно, да. Конечно. Конечно. Ну, все равно, что, не знаю, есть какие-то отрасли определенные. Кондитерские изделия, колбасные изделия, да. Ну, я грубо, да. Потому что я, по-первых, образованию экономист, по-второму – музыкант. А, по-второму – экономист международный. То есть сразу определяют ваше место на музыкальном рынке, да? Конечно. Или конфеты сладкие, вкусные, элитарные конфеты. Или это, скажем, ну, дешевые сосательные леденцы, да. Вы? Кому себя причисляете? Да это сложно сказать. Я такой микс. Расстанься с глупой маской, ой, сердцем не открой. Боже и прекрасный, как он я обожаю. Поверь мне, что иного я счастья не желаю. А то, что вы тенор, я понимаю, что здесь невозможно сказать, как было бы иначе, да? Но вот вы тенор. А если бы нет, вы довольны, что вам достался этот диапазон? Вот природа вас выбрала для такого голоса? Ну, это интересный вопрос. Вы знаете, никто никогда не задавал. Тенор – это вообще очень ответственно. Ответственно, потому что теноров всегда любят за верхние ноты. А то, что звучит как бы, ну, до, на протяжении, может, там, не знаю, даже довольно крупного произведения музыкального, если не брать песни, а целые партии оперные, да, от тенора ждут верхних нот. Вот ты пой себе, хоть упойся, но ты верхние ноты все должен спеть. Тогда ты настоящий тенор. Поэтому это очень ответственно, очень волнительно всегда. Ну, и, конечно, все партии оперные написаны, основные, первые написаны для теноров. То есть повезло? В этом смысле, да, и хорошо, и тоже как бы вроде и моржовых партий, второстепенных, трестепенных, их нет для теноров. Любимые партии? То, что я люблю слушать? Нет, то, что исполнять, а может быть и слушать, я не знаю. Наверняка, если есть любимая партия теноров, вы ее пробовали исполнять. Ну, да, конечно. Как минимум, да? Да, да. Нет, я очень люблю... У каждого композитора могу найти что-то самое любимое. У наших русских композиторов, у Чайковского практически все. Если говорить про Шостаковича, ну, да, характерно, да, очень современно, но это гениально. Все, что он написал, в том числе и для теноров в те партии. Верди, Пучини, если говорить про итальянцев, французская музыка. Я безумно люблю Вертера, Жюль Масне. Опера его, когда вот состоялась моя последняя встреча с Великой Леной Васильевной-Образцовой в Михайловском театре, в ее кабинете. И это было настолько тогда вот, ну, трогательно. И последняя фраза, которую она сказала, мы обязательно с тобой споем Вертера. Обязательно я спою Шарлотту, а ты споешь Вертера. Хотя это было за несколько лет до ее ухода. Но она была настолько полна энергии и сил, и я, на самом деле, поверил в то, что это может случиться и сбыться. Ну, может быть, сбудется в каком-то другом воплощении. Да, конечно, конечно. В каком-то другом виде. Да, да. А есть какие-то партии, которые хотелось бы исполнить, но не получится в силу возможностей? Я не знаю, бас? А, да, ага. Нет, ну, конечно. По-хорошему завидовать можете какой-то партии, например? Могу, сопроновым партиям многим. Кстати, раньше нет, а сейчас, да. Сейчас стал какие-то сопроновые партии прям слушать и упиваться. Как это вот такая потрясающая музыка написана для сопрано. Как вы вообще пришли к тому, что у вас голос и хороший голос? Потому что, насколько я знаю, в музыкальной школе вы учились по классу аккордеона. Пришел, кстати, через занятие хором. В музыкальной школе был такой предмет хор. Ходил на занятия ребенком, помню, пяти-шести лет. Мы пели какие-то песни про Колобков. Ну, детские песни, но многоголосие. И вот эти занятия хором, как-то голосок стал выделяться. Но потом я это забросил, как-то оставил. Подумал, что нет, наверное, не получится, не будет ничего. Буду на аккордеоне играть, закончу и отложу в сторону. Но все равно судьба, она настигает человека. И в последнем классе музыкальной школы я как-то принес свое сочинение. Все пишут стихи в таком раннем юном возрасте. Все пишут мелодии, особенно если гитара. Я написал песню о родном городе. И сочинил ее на аккордеоне, значит, показал своему педагогу. И ему так понравилось. Ну, больше не песня, а больше понравилось, как я это делаю. И он говорит, давай занимайся вокалом. Я с тобой буду заниматься вокалом. Я поехал через несколько лет на международные конкурсы. Не жаль вам, что тогда не было такого, не знаю, количества музыкальных телеконкурсов, которые помогали действительно талантливым очень быстро проходить этот путь. Не проходить много международных конкурсов каких-то там, региональных, еще чего-то попало на экраны. В принципе, тебя заметили те, кто может тебе помочь. Тогда это было возможно. Все равно возможно. Тогда было возможно, что тебя заметят, потому что их было немного. Но на них было крайне сложно попасть. Я помню, мы отправляли от нашего города девочку, эстрадницу очень талантливую, отправляли на конкурс с целым городом. Всем городом забрали деньги. Да, на утреннюю звезду к Николаеву тогда. Она еще существовала. И помыслить себе о том, что я поеду на утреннюю звезду, с таким жанром нет, конечно, уже. Ну и потом утренняя звезда уже гасла тогда, заканчивалась. Тогда можно было сделать какой-то вот такой прорыв, потому что их было немного, они ценились. Они имели значение серьезное. Сейчас их огромное количество на каждом канале, свои. Но вот вы же все-таки в конце концов попали на телевизионный конкурс, да? Да, вы знаете, мне позвонили и сказали, приходите к нам на конкурс. Когда уже состоялись, в принципе. Я не отправлял анкет никаких, ничего не просил никого. Но как-то вот... Но не получили вы от него какой-то отдачи? А никто не получил ничего. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ От этого конкурса никто ничего не получил. Хотя он был сделан очень качественно, и очень... Планка была высокой. Я бы сказал, даже одной из самых высоких в стране. И еще вопрос о голосе, о вашем. Давно хотела поговорить об этом с певцом, который занимается именно академическим вокалом. Вот все, что рассказывают о том, как оперные певцы берегут голос, это правда или анекдот? Это все сугубо индивидуально. Ну вот, например, едите мороженое? Нет. Мороженое я не ем. Но это не связано с голосом. Хотя нет, конечно, осиплость будет, если будешь холодное есть. Пить холодное нельзя. Вот как-то был эфир, помню, на радио. И уже после эфира мне ведущий говорит, возьмите трубочку, вам позвонила женщина, она хочет вам лично сказать. Я говорю, да. Ну, я взял трубку в Петербурге, на петербургском каком-то радио. Она говорит, я вас заклинаю, у вас такой голос, такой голос. Вся развилась в комплиментах. Я в прошлом врач-фониатор, то есть узкий специалист по голосовым связкам, по голосу. Я вас заклинаю, не ешьте орехи. Вообще никогда в жизни не ешьте орехи. Орехи портят тембр голоса. Вы ее послушали? Не ем орехи. Не ем орехи, ну, один там, может, иногда. Ну, а простуды? От этого же не застрахуешься? Не застрахуешься, нет. Это очень сильно влияет. Ну, я думаю, что курение и алкоголь – это тоже, наверное, табу, да? Ну, да, это очень сильно, да, конечно. А вот повысить голос сможете? Вот здесь пойти на нарушение режима? Покричать? Да. Покричать, поговорить. Ну, иногда бывает своему шестилетнему, вот почти ему шесть скоро исполнится, бывает, что скажу что-нибудь, и такой потом, я же тебе говорил. Не расстраивай папу. Не расставляешь, да. А, кстати, есть у него задатки? Чувствуете? Есть. Но пока придерживаем как-то так, не решаемся. Даже музыкальной школы нет? Угу. Ну, пусть будет детство немножко. Да. Давайте здесь сделаем паузу, чтобы перейти к новому блоку тем. Евгений Южин, тенор. Сегодня герой программы «Проездом». Мы очень скоро продолжим. Не прощаюсь. Программа «Проездом» продолжается. Певец Евгений Южин у нас в гостях. Евгений, у вас репертуар очень разнообразный, да, есть оперные арии, неаполитанские песни, народные песни, романсы, эстрада. В Рязань вы приехали в этот раз с песней народной. Вот для вас... Ну, я бы не сказал бы, что с народной. Просто с хором, да? Но главное, что хор. Это да, это уникальный концерт, да, с хором рязанским. И в программе песни народные. песни советского периода, песни военные. Песни, написанные вот буквально несколько лет назад даже, будут звучать премьеры. То есть их можно отнести к эстрадным? Или все равно это народная музыка? Ну, как сказать? Это эстрада, то, что не опера, это все эстрада. Вообще, что такое эстрада? Это то, что на сцене происходит. На сцене не театральный. Все эстрада. А то, что сейчас, например, превалирует на эстраде, такие опять, правильно говоря по-русски, превалирует ритм, то есть рэп-исполнители, R&B пытаются делать ребята, да. То есть мелодии практически нет, уже ритм. Но история развивается по спирали. И, в принципе, первобытные люди первые звуки издавали при помощи ритмовых инструментов, шумовых. Поэтому тогда не было мелодии. И опять снова мелодия. Она нивелируется. Но только мы знаем, что она была, она опять нивелируется и возникает, как будто бы на чистом месте ритм. Я пытаюсь из этого извлекать и для себя положительное. У меня есть целый диск. Он называется «Русское Russian». Ну, вот так вот. Потому что издан он в 2012 году. Это русские народные песни, но в современных обработках. И несколько даже замиксованы с рэперами, которые писали тексты. Вот в Чит-Сатройка у Далая наш питерский рэпер один написал текст. У него такая ассоциация возникла с BMW серии 3. Нет, ну это понятно. А как относятся к коллеге, не знаю, постарше, которые как бы более классические? Ой, прекрасно. Прекрасно. Скачивают на iTunes, слушают, спрашивают, как ты это вообще записал, как ты это сделал. Говорят, давным-давно уже сделал, лежит. Просто нет востребованности такой вот у этого. А я сделал. То есть эксперименты – это ваше. Да, конечно. А то, что у вас нет своего театра, своей оперы, это ваша, я не знаю, боль или же это радость? Ну, вообще, это такой всегда для меня вопрос. Скажем, вкусив когда-то вот этого вот успеха самостоятельного на сцене и получая аплодисменты от тысячного зала себе, одному, потом, сравнивая тот же эффект, исполнив огромную партию оперную, да, вот эту отдачу энергетическую, я как-то так подумал, что, а что-то мне как-то не нравится, как-то не то. Нет этого общения, нет вот этих вот, скажем, малых форм. Они мне очень нравятся, малые формы. Они сложны тем, что за 2-3 минуты нужно рассказать целую историю жизни, ну, то есть персонажа, да? Если пригласит большой, или, я не знаю, ведь есть же, да, не только большим ограничивается список главных театров страны, согласитесь? Конечно. Да? Конечно. Почему нет? Хорошо. Я знаю, что на сцену вы выходите вместе со своей супругой. Да, да. Юлии Снежиной. Вот с ней делить энергетику зала согласны? Конечно. Конечно. Не жалко, и более того, я даже счастлив, когда случаются такие моменты. Но мы с ней как два самостоятельных артиста на сцене. Любовь и упрощание Забудьте обещания, не жми возвращая, С любовь и упрощание, Точнее, 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 Правда, что познакомились во время конкурса? Да, поделили первую премию на двоих. И тогда сердце ёкнуло? Да, ёкнуло, а потом как-то некоторое время просто отзывалось, ну, так, отзывалось как-то по-дружески. Хотелось заботиться, как-то вот, ну, интересоваться жизнью, помогать как-то, ну, по-дружески просто. Говорят, что самые крепкие семьи это те семьи, которые выросли из дружеских отношений. Вот у нас так и получилось. Вообще, мнения расходятся. Иногда говорят, да, должны заниматься одним, да, муж с женой, другие говорят, да нет же, это невозможно, это будут споры, это будут разговоры о работе всегда. Вот в вашем случае. А мы помогаем друг другу. Пока мы друг другу помогаем, а нами своими идеями, занятиями, кстати, вокалом, потому что всегда нужны вокалисту другие уши, которые хорошо слышат и понимают. Не просто слышат, а понимают. Где должен быть этот звук, как он должен быть. Самому очень быстро можно сработать со спеца, когда у тебя нет постоянного педагога, уже ты закончил консерваторию, ты можешь к своему мастеру наведываться. Иногда нужны уши дома, которые скажут, нет, вот это неправильно, или вот это молодец, это хорошо. И самое важное, доверять, конечно же, человеку, который тебе это говорит. Вопрос, который у меня возник сразу же, когда я вот увидела написанные рядом две ваши фамилии, Евгений Южин, Юлия Снежина. Вот в вашем случае кто лед, кто пламень? Знаете, мы не придумывали, вообще не думали вот об этом противопоставлении, да, юг, север, снег, вообще не думали. Так случилось, вот, видимо, подсознательно, бессознательно, вот так случилось. Потому что для нее мы сначала придумали псевдоним Нежина. Это же совсем другое, да, Нежина, нежели Снежина. Там нежность, а здесь снег уже какой-то. Но она петербурженка, она петербурженка, поэтому она, ну что ли, более сдержанная в эмоциях, иногда, нет, чаще более сдержанная в эмоциях. А я, наоборот, южный человек, родившийся на море, поэтому я такой вот юг. Понятно. На мой вопрос вы ответили. Где-то в интервью вы сказали, я шел всегда длинными путями, дорогами. Вот что вы имеете в виду под этой фразой? Ну, вы знаете, меня иногда спрашивают, а вы вот не считаете ли себя балованием судьбы? У вас там то получилось, все получилось. Победа на международной олимпиаде, значит, там, на конкурсе том, конкурсе сем, значит. Я отвечаю, что мои пути, они не короткие. Они не короткие. Это может показаться со стороны, да, что какие-то вот так все быстро и легко. И это хорошо, что так кажется. А вот то, что вы всегда с золотой медалью, красным дипломом все заканчиваете, это так получается или для вас действительно важно? Вот какой-то перфекционизм. Это было на протяжении определенного времени очень важно, да. Доказать себе, что ты можешь. Потом это все, это перестало иметь какое-то значение. Ценности изменились. Вот сейчас мерило для вас успеха, я не знаю, востребованности. Вообще, как измерить, что в принципе все хорошо, я на правильном пути, у меня получается? Сейчас же не дадут золотую медаль, не поставят оценку, да? Оценку ставит зритель. Если зритель встает в конце концерта, то это, вот это мерило. Встает и не отпускает. Это мерило для меня. Потому что овация, если не встает, тоже знак. Такое, наверное, бывает. Я, может быть, не запоминаю. Я не хочу говорить сейчас, что такого никогда не бывает. Никогда не говори никогда. Но я всегда работаю так, чтобы в конце зрители были довольны до такой степени, чтобы им захотелось встать и поблагодарить артиста, поблагодарить оркестр, который аккомпанирует. В конце концов, я и с пианистом работаю довольно много, и его тоже. Чтобы они получили удовольствие от концерта, от этого общения духовного, какое-то обогащение, как пишут иногда в отзывах. Исцеление души, такие вот высокие, я считаю, прям какие-то оценки. Ради этого стоит трудиться постоянно, работать. Я так поняла, что размер гонорара, сумма в контракте это не то, на что вы равняетесь. Нет, я не равняюсь. А как я могу равняться на какие-то размеры, суммы? Просто я в одном интервью вашем встретила, что вы в какой-то степени немножечко жалели, что, или наоборот, даже не знаю, как описать это ваше состояние, может быть, вы сейчас это сделаете точнее, что был момент в жизни, когда вы могли поставить подпись под каким-то большим контрактом, но отказались от этого. Жалеете, не жалеете, о чем идет речь? Почему было нужно отказаться? Хотя, я так понимаю, что сулил он многое. Ну, то, что сулил, а что бы получилось в итоге, неизвестно. Скорее всего, ничего. Просто это очень тонкий такой момент вообще в моей жизни, когда я понял, что с определенной когортой людей я работать не смогу точно. У меня нет вот такого конкретного продюсера, который бы вкладывал деньги, прорабатывал структуру, образа, вообще, в принципе, продукта, который должен производиться, да, прогнозировал какой-то результат. Я всегда открыт к сотрудничеству, всегда готов к работе, вот, но есть когорта людей, с которыми я никогда не смогу работать. Я это понял, вот, ну, в общем, 11 лет назад. Прилично. 11 лет я уже без, что называется, без продюсера. Ну, не тяжело, Место вакантно. Ну, как, есть люди, которые помогают, есть директор концертный, которому надо отдать должное, вот, в том числе многочисленные приезды в Рязань, это тоже результаты его работы, и вся Россия, и ближние зарубежья, Европа, все, все, в принципе. Ну, так, география гастрольная впечатляющая, то есть вы, мне кажется, перед расстояниями точно не пасуете. нет. Нравится вот эта составляющая жизни артиста? Конечно, потому что это и культуры разные, и зрители разные. Но вы всегда возвращаетесь домой, и дом, это Санкт-Петербург сейчас. Да, да, я всегда возвращаюсь домой, и дома я действительно черпаю вот ту энергию, чтобы снова сесть в самолет и полететь снова, когда недалеко. Если вернуться к вам домой сейчас, смысленно, да, и отмести все, что вы делаете, чтобы сохранить голос раз, все, что вы не едите, занятия под присмотром супруги, что еще наполняет вашу жизнь? Вообще, я не знаю, увлечение, хобби музыканта классического направления, это на самом деле интересно, потому что вот что-что, а это всегда остается за кадром. Безумно люблю путешествовать, путешествовать в теплые страны. Я человек южный, я люблю море, солнце, песок. И попали в Петербург, да, вы по адресу просто на... Абсолютно, да, меня спрашивали первое время, зачем, зачем, я говорю, ну так судьба распорядилась, Господь Бог, как хотите называйте, так должно было быть. Конечно, вот путешествия, познания, ну, не только валяться на песке, конечно, все, что рядом, это обязательно должно быть познано, испытано, исследовано. Ну, побездельничать, почитать хорошую поэзию, книги, ну, немного, немного, не удается много читать, не удается. Люблю классику читать, перечитывать снова, снова и снова. Ну, ничем у нас по большому счету не сразили, я-то рассчитывала на какое-нибудь такое... Нет, сноубордом не занимаюсь, может, я что-то забываю, может, что-то, я не знаю, нет, такого, на дискотеках не зависаю, нет, давно, очень давно. Понятно, тогда я вам желаю времяпрепровождения такого, какого вы хотите, приезжайте в Рязань и, конечно же, вам аншлагов с нужной вам реакцией зрителей. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Евгений Южин сегодня был героем программы «Проездом». Я прощаюсь и обещаю новую и не менее интересную встречу. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова